привет поскольку я уже второй год занимаюсь тем что тестирую как разные плагины которые выпускаются различными разработчиками некоторые очень хорошие некоторые революционные незаменимые и вообще технология разработки плагинов очень продвинулась вперед за последние годы разные компании крупные которые не давали лицензии и бесплатно не давали плагины стали наконец их раздавать в общем индустрии очень сильно меняется я вот задумался так я же тестирую новые плагины и нужно понимать что я их поставил попробовал пощупал понял что это не меняет какие-то плагинов точнее не восполняет функционально не нравится по качеству не нравится как-то вот работает не так не заменяет уже существующие плагины и такой силы подумал почему бы не сделать небольшое видео насчет плагинов которые я использую в каждом проекте то есть это старые плагины это проверенные плагины это всем известные плагины но это плагины которые действительно очень сильно помогают выполнять сведение и массинг сразу нужно отметить что в этом списке не будет идти речь о реставрации звука поскольку это совсем уже другие инструменты для восстановления звука это отдельная тема не будет говориться о редактировании звука поскольку для редактирования вокала достаточно тех же ножниц в любой музыкальной программе либо revoice pro которые нам по таймингам тюну там вот это всем помогает делать мы будем говорить о сведении я каждый проект когда готовлю перед тем как вот присылается материал есть там допустим 40 дорожек на 40 дорожек создаются группы на каждую дорожку вешаются стандартные плагин даже если они не будут использоваться они у меня будут стоять в цепочке и прослушивая каждую дорожку я для себя визуально выбираю что нужно чего начать чтобы начать эту этот материал обрабатывать если мы говорим о постоянных плагинах которые используются я бы отметил сразу же это плагины от компании фа фильтр и какую бы я замену не искал как бы я сильно не пытался найти что-то получше лучше этого эквалайзера пожалуй нет есть эквалайзеры которые эмулируют железное устройство но в плане гибкости динамического подавления вообще среза любые типы взаимодействия с частотами не прок и у третьей версии на сегодняшний день является лучшим второй мультибенд компрессор я честно говоря использую его в основном для голоса когда где-то грудные нужно поджать где-то шипящие подавить для сибилян то у нас существует вот такой вот диэсер но это только для вокала и прошлый год по моему я выпускал видео по поводу диэсера от компании sony был и я этот плагин очень долго использовал для подавления сибилянтов там есть одна такая проблемка когда исходник голос записан на плохой микрофон и он где-то там свистит например то диэсер от компании sony был это воспринимает как входящий шум и там подавление настолько сильное что фактически съедаются когда инженер работает только с хорошо записанным материалом тогда это отличный диэсер в моем случае мне нужны ожидаемые результаты поэтому я использую фа фильтра про диэс если действительно что-то свистит гораздо легче это срезать спустить на другую дорожку и там как-то уже эквалайзером почистить так чтобы свиста не было не спасают плагины в некоторых случаях какими бы они хорошими не были и мейджер от озон 11 пожалуй прекрасная вещь для расширения с помощью эффекта хаоса вот включи вот это все из нейтрона самый используемый мною это у нас будет трензин шейпер и хотя я использую в принципе весь пакет нейтрон 4 скульптор оттуда также иногда помогает когда нужно допустим где-то гитару посадить на низких частотах и хочется чтобы она как-то плавненько реагировала чтобы это не сжимать компрессором тоже отличная вещь иногда для насыщения что-то но все остальное не используют трензин шейпер и пожалуй один из самых таких востребованных из этой конкретно меня из этой библиотеки эквалайзера от sony был эквалайзер 4 я честно говоря его откровенно полюбил за то что можно 10 дорожек между собой но автоматизировать как-то маскировку провести и он в принципе я вам скажу что хороший просто хороший эквалайзер и для этих для этих целей используется и срезать можно что-то и подчеркнуть и динамически поджать tape desk старый плагин прекрасный overload компания выпустила обновлений как-то на него давненько нет вы используя его в режиме неф для насыщения материала и здесь вот как бы стоит такая вилка я его очень много использовал и он мне немножко приелся в последнее время я использую тв кей от куш аудио прям такая незаменимая вещь я напомню что это куш аудио вынесли ручку насыщение из своего аналогового компрессора вот если я правильно помню чтобы не соврать вот они взаимозаменяемые либо вот этот плагин используется там для насыщения если оно требуется на исходнике либо вот этот он тоже дает прям чудесные гармоники ну и последним будет в этом списке у нас track spacer от компании waves factory чтобы я пока не искал ему как альтернативу не нахожу потому что здесь можно и на релиз влиять на атаку на мид сайт давить только стерео или моно канал здесь можно частотно выбрать какая область у нас будет хоть вот так вот тоненько вот так вот будет у нас автоматизироваться по отношению к другому материалу можно полностью выкрутить чтобы давилась на сто процентов допустим так и вот альтернатива ему нету перейдем к пространственным обработкам пространство вещь такая смотрите при сведении можно добавить пространство и все так делают но я не буду говорить о художественном наполнении пространством потому что это уже построение аранжировки когда нужны такие эффекты летающие такой космос это создает уже автор при сведении добавляются помещение добавляются дела и добавлять хорус и фленджеры их по моему нету в этом списке в общем добавляются вот такие обработки кто-то делает кстати по-другому у кого-то когда вы будете заказывать он выходит за рамки классики сведения он там по на добавляет какие-то фиксов которые будут летать как бы и так тоже можно делать первым в этом списке будет вот такое от волхаула или валхала здесь такие хорошие помещения но в принципе здесь комната очень хорошая вот этот режим vocal air для голоса очень хорошие вокалы холлы вот эти два чаще всего используются но во всем остальном такие предсказуемые помещения когда нужно что-то более-менее знакомое старая библиотека лексиконовская использую только вот это room еще еще одни лексикона есть но вот есть такие старые лексиконы они действительно старые здесь только вот на помещение какие-то более-менее если нужно где-то для ударных что-то подчеркнуть есть мною любимый вот такой вот мы не м ревер и здесь инди ревер очень крутой один из самых чудесных в свое время нас тут нас настолько и на него подсел просто вот liquid sonics это прям киношные отличное помещение но здесь в принципе комнаты очень хорошие их холл можно подобрать на любой инструмент поехали дальше лексиконовский концертный холл это такой концертный холл который вы в любом клубе доме культуры в общем давать так в любом доме культуры вот вы зайдете выберите вот такой large эффект и концерт холл и вот он так и звучит вот с такими же расплывающимися отражениями с разных сторон это тоже такая классика классика он старенький кстати оверлоудовский я неравнодушен к этой компании бревер 2 версии чудесный и библиотек много и пресета много и подобрать можно что угодно делай в этом видео будет упомянут только один делай и не потому что других не существует а потому что в принципе он закрывает все задачи вот этот edge delay от компании waves когда-то его кстати раздавали бесплатно и купить его можно довольно таки дешево это основной и пожалуй как по мне это лучший делай обязательные плагины которые должны существовать в каждом проекте но конечно же когда мы работаем в музыкальной программе было бы неплохо чтобы нам добавлялись какие-то гармоники аналоговых устройств в консоли чтобы звук был но мягким более-менее похожим на то что делает у нас железное оборудование поэтому первым незаменимым это у нас будет virtual mix rack от компании слой digital есть еще от sony muss консоль n есть видео в на этом канале можете найти там как суммировать с помощью консоли нефт сюда же в список войдут но это уже нужно зависит от проекта то есть это мы отталкиваемся от материала исходного идут от waves вот такие нлс можно выбрать консоли и в принципе их суммировать между собой я сюда обязательным выделил в sm4 от вертега sound в sm3 это для мастеринга в sm4 в принципе очень хорошо и для мастеринга и для сведения подойдет для насыщения исходного материала еще есть другие варианты например насыщать железным например такое взять какой-то эмуляцию неф подкручивать в процентном соотношении ставить на каждую дорожку как-то что-то менять но есть минус что обычно в таких вот стоечка которая нам эмулирует железный звук есть фоновые шумы и когда эти фоновые шумы но из будет повторяться чтобы не возникало никаких проблем вашего проекта чтобы где-то что-то не сливалось лучше используйте вот что-то типа такого от своей digital и не быть знать горе и незаменимые плагины это вот они как бы используются практически в каждом проекте ну как бы практически в каждом проекте не везде только там где это нужно плагин которому я не нашел замены в плане насыщения низких частот это у нас airbus он делает вот действительно магию и я его использую не знаю сколько работаю со звуком столько наверное его использую с момента выпуска мне безумно нравится есть еще макс бас который нам параллельно как-то что-то подмешивает но вот airbus он пожалуй незаменимый ggp bass как любая bass гитара какой бы она хорошей не было после пропускания через вот этот плагин она становится еще лучше вообще потрясающе нужно только правильно настроить этот плагин известная эмуляция лимитера еще и эквалайзера эквалайзера я сюда не поставил список лимитер при мастеринге используется почему-то кстати очень мало плагинов для мастеринга сюда отнес но пусть будет для сведения проект так назовем это видео но вот для мастеринга отличный компрессор просто просто ягодка просто вишенка на торте эксайтер и стаблайзер из озон 11 стаблайзер для мастеринга да и в принципе при сведении если какие-то у нас инструменты слишком где-то вылезают можно его поставить на срез оставить где-то средние частоты и вот подавить этой ручкой выбрать стиль либо не выбирать но и эксайтер я много его использую даже на канале в примерах каких-то практических режима ретро мой любимый вот но не так сильно но вот его можно использовать мелодайн конечно же незаменимый плагин для редактирования голоса и инструментов и кто-то использует какие-то свои внутренние редакторы нод я все-таки замена не нашел в сам плитюду мне не нравится как он у него встроенный работает для редактирования нод а мелодайн конечно вещь просто незаменимая авто тюн я показываю урезанную версию потому что она чаще всего используя используется просто для добавления какого-то художественного эффекта либо где-то вот в минимальных пропорциях как-то что-то подмешать почему говорю что незаменимая потому что ну они могут работать даже в связке мелодайн и авто тюн чтобы как-то друг друга исправить еще раз повторюсь что также сюда у нас в незаменимая пойдет smart и кью от компании sony было либо я просто прошли опался когда создавал этот список и поставил его туда же и последним в этом списке у нас будет в гулфус до существует много других автоматических эквалайзеров у их уже на штамповали очень много и практически каждая компания после успеха гулфуса начала выпускать свой автоматический даже в вазон 11 у нас появился модуль с тем с тем же поведением но гулфус мне на сегодняшний день нравится больше всего потрясающие автоматический эквалайзер особенно если нужно что-то где-то вот так вот подчеркнуть какую-то область там подавить либо увеличить частоты подчеркивания но в целом вот этих всех плагинов если посмотреть но их тут пространство у нас обязательная плагина для того чтобы звук был мягче незаменимая которая будет голос будет бас или что-то еще их нужно использовать и для работы кстати по моему я сюда не поставил ни одного компрессора кроме вот этого компрессора нужно исправиться окей я часто использую waves пай пирог вот такой отличный компрессор очень простой ставим дикой ставим выход стрешку пожалуйста рейшу включаем шума или они нам не сдались но можно еще использовать компрессор от нейтрона да господи эти компрессоров существует в общем не буду сейчас вспоминать если просто нужно что-то которое эмулирует можно оттуда любой 1176 la2a пожалуйста прекрасный компрессор с мягким срабатыванием какие-то более агрессивные в общем компрессоров на любой вкус и цвет существует но вот если выбрать постоянные вот эти плагины это то что можно использовать в каждом проекте пространство закроет любую задачу если вы купите хотя бы половину из этих плагинов перед закроется любой проект можно накрутить отличное помещение если я что-то пропустила если у вас есть какие-то очень крутые плагины которые вы используете в каждом буквально в каждом вашем проекте напишите в комментарии потому что я-то мог очень много всего пропустить пишите ваши варианты своих постоянных плагинов может так написать постоянные и списком которые вы используете может очень крутые вещи есть для сведения в принципе да блин наверное список маленький ладно сделаем как-нибудь видео развернуть ей в 20 в начале 24 года этом это будет 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 проект допустим иметь вот такой вид конечно когда материал будет другой исходники другие будут требоваться другие задачи будут хорусы требоваться и так далее список этот будет расширен но тогда и видео будет наверно на час или полтора что вряд ли будет кому-то интересно вот все подписывайтесь на канал будем с вами на связи